Всем привет! С вами художник Степан Каширин. Родился я в Кунцевском районе, недалеко от метро Молодежная. Но моими родными местами я считаю не только улицу Академика Павлова и метро Молодежная, а также и всю Филёвскую ветку. Ну, образно говоря, если ваше детство прошло в трёх квартирах, то было бы несправедливо как-то воспевать лишь одну из них, а две другие оставить без внимания. Вот так вот и со станциями метро. В детстве я очень часто бывал на Пионерской. Вначале ездил туда в детскую музыкальную школу, а уже позже к другу в Давыдково. На станции метро Пионерская есть Мозиловский пруд. В народе его называют пруд на Пионерской или пруд на Пионерке. Когда выходишь из метро, его сразу видно. Вот именно о нём я и хочу сегодня вам рассказать. Мозиловский пруд получил своё название от деревни Мозилова, которая когда-то тут находилась. А вот вопрос, откуда сама деревня получила такое непонятное название, остаётся до сих пор риторическим. Старожилы этой древней деревни рассказывали, что извозчиков, которые возили в Москву тяжёлые грузы, обязывали смазывать дёгтем колёса телег, чтобы они не скрипели в городе и не беспокоили сильным скрипом горожан. А вот историки, например, такие, как известный академик Степан Борисович Веселовский, объясняют происхождение названия этой деревни иначе. Веселовский обратил внимание на употребление фамилий Мозилов в древнем Новгороде. Земли западного Подмосковья с древних времён являлись вотчиной великих князей. По писцовым книгам и дарственным грамотам известно, что на левом берегу Хвилки, Фильки, находились деревни Кунцево, Гусарова, деревня Ипская, Хвили, Фили, а на правом берегу деревня Мозилова. В древние времена называемая Мозылова. Поэтому есть предположение, что Мозилова была основана в конце XV века выходцем из Новгорода, подьячим Иваном Мозиловым, либо Степаном Мозиловым, сытником великого князя в Новгороде. Но это только версия. Князь Фёдор Михайлович Мстиславский пришёл из Литвы. В 1526 году поступил на службу к великому князю московскому Василию III и женился на его родной племяннице Анастасии. Василий III пожаловал князю село Хвили, историческое село Фили, деревню Кунцево и Мозилова. Деревня Мозилова в те времена состояла из 10 дворов и 16 душ мужского пола. В 1627 году Мозилова принадлежала уже княжне Ирине Ивановне Мстиславской, последней из мстиславских. После её смерти оно было отписано во дворцовое ведомство. В конце XVII века тут проживал уже 31 человек. В 1689 году Пётр I жалует боярину Льву Кирилловичу Нарышкину село Фили вместе с деревней Мозилова. В Мозилове в тот момент было 12 дворов, а центр владения село Фили было лишь немногим крупнее и состояло из 17 дворов. После войны 1812 года численность населения деревни уменьшилась, часть крестьян погибла. В 1859 году в деревне насчитывался 341 житель и 36 дворов. Нарышкины владели деревней вплоть до реформы 1861 года. После отмены крепостного права жители деревни стали сдавать дома на лето дачникам. К 1884 году в деревне было 88 домов и проживало 485 человек обоего пола. Тут когда-то протекала известная речка Филька, от которой впоследствии произошли названия близлежащих объектов, например, таких как Филёвская улица, станция метро Фили, Филёвский парк, ну и сама Филёвская линия метро. Учитывая информацию в словаре «Даля», можно высказать предположение, что название Филька, Хвилка, Хилька, происходит от слова «Хвиль», «Хвилюга» и переводится как «Непогода», «Хиль», «Хилая погода», «Мокрый снег», «Вьюга», «Метель». И вот у деревни Мозилова на реке Фильке была построена плотина, в результате чего и образовался известный вам Мозиловский пруд, то есть он искусственного происхождения. По данным краеведов, в XVIII-XIX веках жители деревни Мозилова выращивали в этом пруду карпов, а потом их продавали. А на берегу пруда, со стороны теперешней Костанаевской улицы, сажали и выращивали капусту. Крестьяне деревни Мозилова в 1914 году поделили между собой общинную землю и стали собственниками своих наделов. На одну семью приходилось около полутора гектаров пахотной земли. Летом все выращивали овощи и сеяли злаки, в основном овес и рожь. Зимой же занимались плетением клеток для певчих птиц, которых было здесь очень много. Отлов пернатых являлся промыслом местного населения вплоть до 60-х годов XX века. Известный поэт Эдуард Багрицкий, живший некоторое время в Кунцеве, написал в поэме Птицелов «Трудно дело Птицелова, заучи повадки птичьи, помни время перелетов, разным посвистом свести». В конце XIX и в начале XX веков на пруду были построены купальни. В них люди переодевались и из них же спускались в воду. В наше же время купание в пруду запрещено. Но, правда, придется признать, что лично я один раз все-таки искупался в этом пруду. Это было летом 1985 года. Но это я вам по секрету. Это между нами. В 1926 году был образован город Кунцево, а в 1929 году Кунцевский район Московской области. В том же 1929 году началась коллективизация сельского хозяйства. В Мазилове был организован колхоз. Коллективизация проходила трудно. В Кунцевском районе на 1 января 1930 года в колхозы вступило только 10,5% крестьянских хозяйств. Развернулась борьба с зажиточными крестьянами, не желавшими вступать в колхозы. Колхоз Мазиловский в первые годы коллективизации считался благополучным. Население не имело больших земляных наделов, то есть были середняками. Многие работали на московских предприятиях, сдавали на лето дачи, имели свои огороды, занимались различными промыслами. Костяк колхоза составляли коренные жители-крестьяне. В начале 1930-х годов в Мазилово провели электричество. Позже почти к каждому дому подвели линии радиотрансляции. Население быстро выросло за счет приезжих, большинство которых поступило работать на филевские и концевские фабрики и заводы. Среди коренных жителей деревни Мазилова были фамилии Бабенова, Соколовы, Синицыны, Сойны. Встречались устоявшиеся прозвища Бурай, Сарыч, Лопырь и другие. В довоенное время и в Великую Отечественную войну помимо работы в колхозе жители выращивали на присадебных участках для продажи картошку, лук, редис, огурцы и другие овощи. Для полива требовалось много воды, которую доставляли в основном дети и подростки. Из Мазиловского пруда или из колодца. Первая водоразборная колонка появилась в Мазилове после войны в 50-х годах. Большинство крестьян деревни держали кур, свиней, реже коров, овец, коз. В период весеннего ледохода мужчины ловили рыбу на Москварике. Уловы были хорошими. В Мазиловском пруду водилось много карасей. Пытались развести в нем сазана и карпа, но уже не получилось. Благодаря своей домовитости и трудолюбию мазиловские жители относительно благополучно переживали голодные годы воин и других потрясений. Главная усадьба колхоза Мазиловский находилась на левом берегу Фильки, почти сразу за плотиной Мазиловского пруда, в сотне метров от места, где сейчас станция метро Пионерская, по Малой Филевской улице, если следовать в сторону станции метро Филевский парк. В 1932-34 годах из района были выведены Фили, Кутузовская слобода, позже поселки Рублево и Внуково. Таким образом, площадь Кунцевского района сократилась. Великую Отечественную войну жители Мазилова воочию увидели в ночь с 22 на 23 июля, ровно через месяц после ее начала, когда был совершен первый воздушный налет на Москву. Небо на востоке от Мазилова засветилось лучами прожекторов и огненными следами от трассирующих снарядов. Утром жители Мазилова увидели огромное черное облако. Это горел Толевый завод у железнодорожной станции Фили. В начале войны по радио объявляли учебные воздушные тревоги. Население готовили к противовоздушной обороне, ПВО. И все же первый налет вражеской авиации вызвал переполох. Оборудованных бомбоубежищ в Мазилове не было. В некоторых домах были добротные погреба для хранения овощей и домашних заготовок. где и укрывались жители. За время войны Мазилово не подвергалось бомбардировке. Немецкая авиация бомбила фабрики, заводы, учреждения Москвы и Кунцево. Опасность во время налетов авиации представляли осколки зенитных снарядов. Зенитные орудия и аэростаты ПВО были размещены на полях Мазилова. В самой деревне на улице Школьной находилось аэростатное подразделение, которое обслуживали в основном девушки. В августе 41-го года несколько мужчин из Мазилова ушли в московское народное ополчение. Большинство не вернулось домой. После окончания Великой Отечественной войны еще 15 лет деревня Мазилова мирно дымила печными трубами подмосковное небо. Молодежь училась, работала, а свободное время проводила в клубе, занималась спортом. Старшее поколение за кружкой пива в Шалмане вспоминало, как хорошо жилось до войны и напрягало все силы на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Мазилова оставалась деревней до начала 60-х годов. Это место до 1960-го года имело такой почтовый адрес. Московская область, Кунцевский район, деревня Мазилова. В середине 50-х годов Мазилово вошло в черту Москвы, а потом деревню сломали и остался только Мазиловский пруд. Большинство жителей Мазилова разъехались, расселились по разным районам Москвы, оставив землю предков. В начале 60-х годов 20-го века старинную плотину разрушили. Инженеры-проектировщики обследовали плотину и очень восхитились добротностью сооружения. Судя пакованной решетке, огораживающей приемный коллектор диаметром 3-4 метра, старую плотину возводили мастера церковного строительства. Там было все сделано настолько прочно, что конструкция прослужила не одну сотню лет. Когда прокладывали Филевскую линию метро, для слива воды из пруда сделали новый водовод. С тех пор глубина пруда изменилась. Уровень воды опустился на полтора метра и теперь составляет в среднем 3,5 метра. А самое глубокое место в пруду яма глубиной 4 метра. В 1961 году была открыта станция метро Пионерская. Фильку взяли в трубу. Она существует и сейчас, только протекает глубоко под землей. Вот такая история у этого Мозиловского пруда. История реки, история района, история страны. А историю, как известно, надо знать и помнить, особенно жителям этого района. Всего вам доброго. С вами был художник Степан Кошилин.